Итак, уже несколько дней, как официально началась сухопутная операция, и войска израильской армии перешли в наступление на сектор Газа. Сейчас, вот если посмотреть на карту, которая опубликована разного рода международными осинтерами, это не израильская карта, Израиль в данном случае карт не публикует, то в принципе видно, как развивается наступление и каков замысел израильского командования. Вот такое большое синее вклинение в центре анклава, это прорыв израильских войск к морю. Эта карта, она в общем, по-моему, позавчерашняя, и она уже устарела. Израильские войска, наступая с востока на запад, то есть от границы с Израилем в сторону побережья Средиземного моря, достигли берега, и таким образом по земле газа полностью отрезана от остальной части анклава. То есть замысел такой, окружить город Газа, это главный опорный пункт, главная крепость Хамаса, и после чего приступать к его штурму. Штурм уже идет, уже израильские войска втянулись, преодолели, точнее, предместие Газы, и сейчас ведут бои уже в черте города. В авангарде наступления идут несколько пехотных бригад при поддержке 162-й танковой дивизии, а плода она называется, то есть стальная, и вот ее командир накануне говорил, что мы у ворот Газы. Ну все, уже ворота преодолены, теперь израильская армия начинает штурмовать, собственно, сам город. Бои идут очень тяжелые, у нас, к сожалению, уже есть потери. Вот на данный момент подтверждена гибель 17 израильских военнослужащих, все, молодые ребята, 19-20 лет, то есть срочники, либо молодые резервисты. Девять из них погибли в бронетранспортере, который был поражен противотанковой ракетой. Это вот новейший бронетранспортер «Намер», один из новых, точнее, и что-то вот там произошло, то есть куда-то попали этой ракетой в какое-то уязвимое место. Почему не отработала активная защита, не очень понятно, но там сейчас в армии с этим будут разбираться. Проблема заключается в том, что в соревновании снаряды и брони, конечно, всегда проигрывает броня. Так всегда было, есть и будет, к сожалению. Все эти вещи стараются учесть, но все это учесть не получается. Идет тяжелая война с очень таким опасным и хорошо подготовившимся противником. По поводу того, как они подготовились, вот сейчас начинает тоже, в общем, обрисовываться картина. Газа – это крепость, то есть это несколько колец эшелонированная, такая глубоко эшелонированная оборона. Хамас в течение, ну, скажем, девяти последних лет готовился к обороне именно вот в этом месте, в этой местности. Это городская агломерация, очень густая, хаотично застроенная. И террористы там, как я уже много раз рассказывал, там нарыли огромное количество тоннелей до 500 километров под всем сектором газа. И все это заставляет военных действовать с такой крайней осторожностью. Очень хорошо заметна вот тактика израильской армии, то есть это огневой налет по участку местности, к которому приближаются с помощью авиации, артиллерии, танков, после чего пехота продвигается вперед, занимает эту местность, зачищает ее, закрепляется, после чего происходит следующий налет. И вот так вот ступенчато пытаются двигаться внутрь газа. Уже отмечены такие ожесточенные столкновения с отрядами боевиков. Там, где имеет место прямое соприкосновение военных и террористов, террористы несут большие потери. Они уже используют мирных жителей. Вот это было в Джибалии, в частности. Лагерь беженцев, одно из предместий газы. Там они использовали женщин и детей, отправив их вперед под пулеметы израильских военных. Но израильские военные стрелять, естественно, в них не стали. Насколько я знаю, эти мирные остались живы. Их вывели оттуда. Но вот тактика террористов такова. Накануне такой у них есть Абу Мурзук. Я про него тоже рассказывал. Один из главарей Хамаса, который живет за границей. Он живет в Бейруте, если я не ошибаюсь. У него брал интервью какой-то из арабских каналов. И ведущий задал ему вопрос. Вы нарыли 500 километров туннелей. А что вы не построили убежище для гражданских? Он сказал, что это не наша проблема. Пара гражданских, пусть думают, Израиль и ООН. Вот отношения. Авангарда, как говорит полоумный Шевченко, палестинского сопротивления к своему же собственному народу. То есть пусть их убивают. Нас это мало волнует. Мы вот тут, значит, воюем с сионистским агрессором и все такое прочее. Поступают разные, опять же, сообщения о том, как Израиль намерен действовать дальше. По-прежнему сохраняются вот эти гуманитарные коридоры. То есть жителям дают возможность выйти на юг сектора. Там есть некая такая условная граница. Она проходит, ну, скажем, по реке, которая называется Газа. Вот так ее, во всяком случае, называют в Цахале. Вот за этой рекой начинается южная часть анклава. И туда мирным жителям разрешено эвакуироваться. Там относительно безопасно. Туда меньше гораздо наносят ударов. Только по таким уж совершенно явным целям террористов. Пока основные усилия армии сосредоточены именно на городе Газа. Там находятся основные штабы, основные пункты управления. Главный бункер террористов под больницей Шифа, я напомню, он расположен. И причем они используют гражданскую инфраструктуру. То есть генераторы больницы Шифа снабжают электричеством, в том числе и этот бункер. Но Израиль пока больницы не бомбит, во всяком случае. Хотя уже много было по этому поводу предупреждений. Много свидетельств, что вот террористы используют госпитали для прикрытия. Но Израиль пока придерживается в этом смысле гуманитарных норм. И больницы не атакуют. Больницу Аль-Ахла разбомбили сами террористы. Я напомню, на всякий случай, если кто забыл. Пока на севере остается такая стабильно напряженная ситуация. Хизбалла продолжает обстрелы израильской территории. Но все это носит характер такого приграничного сражения. То есть идет такой обмен ударами. Израильская армия не наносит удары в глубину Ливана. По-прежнему пока придерживаясь вот неких ограничений. Чтобы не втянуться в полноценную войну. Хизбалла тем временем нарисовала очередную красную линию. Они сказали, что мы вступим в войну теперь. Не после начала сухопутной операции, которая, как известно, началась. Но они не вступили. А после того, как Хамас падет. Вот если Хамас падет, вот тогда мы уж непременно. Но это все угрозы в духе «держите меня семеро». Вот в пятницу, то есть завтра будет речь Хасана Насралла. Это генеральный секретарь Хизбаллы. Все ее ждут, что вот он там объявит. Ну думать, предполагать или гадать, объявит ли он нам войну, не приходится. Вряд ли это произойдет. Вот то есть он не скажет, что все, вот завтра мы там в 12 часов начинаем с вами, значит, войну с Израилем. Они все прекрасно понимают, каков будет наш ответ. И поэтому, по всей видимости, он ограничится такими дежурными угрозами и разного рода там высокопарными выражениями по поводу того, что вот мы там тоже с вами, палестинские братья. Вы там держитесь. Денег нет, но вы держитесь. Типа того. Потому что уже произошла там перепалка такая заочная. Один из лидеров Хамаса, который сидит в Катаре, кстати, в хорошей гостинице, такой вот прям прекрасной пятизвездочной гостинице в Катаре, сказал, что, обращаясь к Хизбалле, что это вот не то, что мы от вас ожидали. Мол, что вы там возитесь на границе, давайте уже нападайте на Израиль. На что ему ответил один из функционеров Хизбаллы, что если ты такой умный, бери оружие, езжай в сектор газа и воюй там. А мы тут, значит, несем потери. У Хизбаллы свыше 50 подтвержденных ими убитых боевиков. Это много. Вероятнее всего их гораздо больше. И поэтому Хизбалла, понимая, что фактора внезапности нет, что Израиль готов. Израиль пока на сегодняшний день задействовал в Газе только четверть своей авиации для ударов по Газе. А три четверти это свободные и ждут приказа. И поэтому все прекрасно понимают, что Ливан просто исчезнет с лица земли. И чтобы этого не допустить, возможно, Хизбалла пока будет воздерживаться от каких-то резких действий. На юге, имеется в виду на самом юге Израиля, вот там тоже не очень спокойно. Хуситы чего-то вдруг тут объявили нам войну. Не Йемен, как вот многие ошибочно полагают, а Хуситы. Потому что есть Йемен, официальное государство, а есть Хуситы. Это такие шиитские формирования, которые контролируют приличную часть территории страны. Там больше половины, кстати. Как раз ту, которая примыкает к Саудовской Аравии. И вот они там периодически пускают по нам баллистические ракеты. Они там пускают по нам дроны. Накануне объявили, что запустили там 100 тысяч дронов по нашей территории. Все они успешно достигли целей, но никаких прилетов не было. Так что, в общем, Хуситы тоже в данном случае ведут себя вот так вот. В духе «Держите меня, Семера» и ведут обстрелы. Но у нас там очень-очень многослойное ПВО. На дальних рубежах Красном море стоят американские корабли, которые перехватывают эти ракеты. Потом ближе к побережью Израиля стоят наши корабли, корабли израильского флота. Возле «Элата» развернуты установки ПВО. Было первое подтвержденное боевое применение системы «Хэтс-3». То есть, это такая очень дальнего радиуса действия противоракетная система, которая перехватила баллистическую ракету. То есть, вот оказалось, что баллистические ракеты могут перехватывать не только американский «Патриот» блок-3, но и, собственно, вот наши системы. Пока с хуситами не очень понятно, что делать. Израиль пока на это не реагирует, но угрожает тем, что если ракетные обстрелы усилятся, то мы ответим. И, собственно, вот таким образом у нас уже есть фактически три фронта. Мы воюем в Гази, ведем войну с Хамасом, мы отбиваемся на юге и мы пока ведем такое приграничное сражение с Хизбаллой. Иудеи, Самари или Западный берег, там относительно спокойно. Там армия очень жестко действовала первые недели войны. И, по всей видимости, вот палестинцам дали понять, что если они будут вести себя хорошо, то там никто никого пальцем не тронет и после этого они, значит, вроде там попритихли. И террористы тамошние, которые так свирепствовали предыдущие полтора года, сейчас, в общем, так довольно мало проявляют активности. И еще одну вещь скажу, уже, пожалуй, последнюю. Вот есть кадры, их уже все видели. Израильская цензура запрещает их показывать, поэтому я не буду их демонстрировать, но их все видели, как коптер террористов в Гази сбрасывает такую бомбочку на израильских военных, попадает, там, видимо, есть убитые и раненые. Это проблема в том смысле, что, как выяснилось, у армии нет особых средств противодействия именно коптерам. Большой дрон мы можем сбить силами авиации или ПВО, там тот железный купол может поразить. А вот коптеры это проблема. И об этом предупреждали, говорили о том, что из опыта украинской войны нужно вынести в том числе и вот это. Вот такие коптеры, маленькие такие квази-мини-бомбардировщики, могут стать большой-большой серьезной проблемой. Я об этом делал отдельное видео, можете посмотреть у меня на канале, называется «Коптеры-бомбардировщики». Новые бомбардировщики войны в Украине, вот что-то в этом роде. Ну, вот на него ссылка, собственно. И этот момент почему-то не учли. Хотя об этом писали эксперты, уж куда там покруче меня. Там в журнале «Мароход» в военном, в израильском писали тоже о том, что этот фактор нужно учитывать. Нужно боевое охранение войск, нужно там антидроновые ружья, рэп и так далее. Ну, в общем, посмотрим. По всей видимости, сейчас что-то будут с этим делать. Во всяком случае, на танке там стали устанавливать вот эти вот решетки такие, так называемые, мангалы. Потому что вот от этих сбросов они, в принципе, защищают и достаточно эффективно.